Здравствуйте, друзья! Сегодня мы расскажем про компанию ICO Morpheus Network. Зайдя к ним на сайт, вы видите главную страничку, которая именуется как Home. На этой страничке вы можете ознакомиться с White Paper компанией, с командой компании, посмотрите о самой платформе. Также есть возможность посмотреть видео-интродукцию к самой компании, которая рассказывает о том, чем будет заниматься компания после того, как запустится полностью платформа. Ну и вообще, кто такие Morpheus, чем они будут заниматься? Morpheus – это проект, который разрабатывает децентрализованную автоматизированную платформу для совершения поставок в мировой торговой индустрии. С чем сейчас состоит проблема? В мировой экономике, да и просто в глобальном бизнесе не обойтись без поставок товара или его получения с пересылкой через границы. Но, увы, сейчас все действия, связанные с международными поставками, являются крайне неэффективными, трудно- и время-затратными. Также для того, чтобы сделать поставку через границу, частенько нужно собирать более 200 документов, которые обычно проходят от 12 инстанций. Это очень долго времени занимает. Ну и пересылка денег назад тоже обычно занимает долго времени, и это все может занять, в общем, больше двух недель. Сеть Морфея уже создана для того, чтобы исключить все это, все это, что происходит, все эти инстанции, все это пересылку документов и все проблемы, которые возникают из-за множества посредников. В сети будут использоваться смарт-контракты и блокчейн-механизм. Благодаря им любой человек сможет ознакомиться с документами, связанными с международными отправками. И благодаря блокчейну эти документы будут стопроцентно оригинальными, ведь никто не сможет их подделать. Таким образом, можно избежать всей этой документационной волокиты, и каждое ведомство будет иметь доступ ко всем документам, которые им нужно проверить. Платформа Морфея создается профессионалами своего дела, и с помощью их работы, а также механизма блокчейна и смарт-контрактов, она будет максимально оптимизирована, безопасна и автоматизирована. Дальше на сайте у нас есть вкладочка About, тут можно посмотреть общее описание о платформе, посмотреть, как эта платформа будет выглядеть, посмотреть, каким образом будут работать смарт-контракты, почитать также про глобальную торговлю и узнать, почему эфир. Дальше у нас есть возможность ознакомиться с командой проекта и с roadmap проекта. Насчет дорожной карты проекта можно сказать следующее. В апреле 2016 года учредители проекта встретились для обсуждения их идеи и имплементации в нее механизма блокчейн. В июне создалась команда для работы в Северной Америке и Азии. В августе сеть начала взаимоотношения с Интернациональным Производственным Союзом. В декабре 2016 года была оговорена имплементация платформы Союзом Канада Траст. В марте 2017 года были оговорены распределения средств и налогообложения деятельности платформы. В мае этого же года Wilson International стал основным советником платформы по глобальным продажам и регуляции работы с клиентами. В сентябре Винджит стал стратегическим партнером платформы. В октябре был договор платформы с платежной системой для SWIFT-платежей. В январе 2018 года был создан безопасный кошелек платформы и внедрен механизм блокчейн. В феврале 2018 появилась возможность покупки токенов платформы. В марте и апреле это этап основных продаж. И также в апреле будет произведена последующая разработка платформы и расширение команды. В мае 2018 года начало работы с крупнейшими криптобиржами. В июле крупномасштабное тестирование платформы для исправления возможных ошибок и усовершенствования работы. В сентябре 2018 симуляции международных поставок. И в декабре 2018 открытый доступ для ранних инвесторов и возможность реальных мировых транзакций и отправок. В первом квартале 2019 будет глобальный запуск платформы с открытым доступом. Дальше у нас на сайте есть складка White Paper. Тут вы можете ознакомиться с White Paper на английском, русском и скорее всего китайском языках. Также у нас есть вкладка как вопросы, всевозможные ответы. И насчет SWIFT. Что можно сказать насчет SWIFT? В SWIFT платежах сейчас участвуют около 1675 различных банков. Это огромная система, с помощью которой можно будет совершать моментальные платежи. В долларах, например, в фиатной валюте. Для того, чтобы не было никаких задержек. И это будет довольно удобно для бизнесменов мирового уровня. Тут можете дальше ознакомиться со всеми плюсами SWIFT и какие проблемы оно решает. Дальше у нас в складочке идет Token Sale. Насчет Token Sale можно сказать следующее. За пресейл компания собрала почти 6 миллионов долларов, что свидетельствует о заинтересованности общества в данных технологиях и сразу привлекает внимание. Всего компания генерирует 100 миллионов токенов, которые будут продаваться с 22 марта по 22 апреля 2018 года. Минимальный взнос для участия в Token Sale составляет всего 0,1 эфира. Хардкап проекта равен 36 миллионам долларов. Насчет распределения сгенерированных токенов можно сказать следующее. 52 миллиона токена выделено на этап открытых продаж. 20 миллионов продавалось за время предпродаж. 12 миллионов выделено на команду проекта. 9 миллионов зарезервировано как бонусы во время продажи токенов. 3 миллиона 350 тысяч зарезервировано для стратегических партнеров. 3 миллиона на советников и оставшие 650 тысяч на баунти. Дальше у нас на сайте есть возможность ознакомиться со всеми новостями. Тут Medium сайт, также разные блогеры оставляют свои статьи о проекте, с которой вы можете ознакомиться. И последняя вкладка это контакты платформы. Также вы можете перейти на каналы Telegram, Facebook, Reddit, Medium для того, чтобы следить за последними новостями о платформе. Ну и в заключение хочу сказать, что учитывая возможности, которые предоставит платформа всем бизнесменам, которые работают в мировом масштабе, на нее точно войдут крупные акулы бизнеса. Это в свою очередь свидетельствует о том, что на нее будут поступать очень большие денежные обороты. И это обеспечит высокий заработок платформы. Так что, друзья, инвестируем в платформу, в виде родственной ее токенов гарантирован. Спасибо за внимание. Все интересующие вас вопросы задавайте в комментариях под видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok